Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня у нас великий учитель, первый чемпион мира, Вильгельм Стенец. Он играет черными, белыми играет Гампи. 1859 год. Белыми играет изобретатель венской партии. И поэтому после ходов Е4 и Е5 последовал ход КЦ3. Конечно, венская партия. Стенец ответил КНФ6. Достаточно острое продолжение. Все-таки КЦ6 более пассивный ход. После же КНФ6 и Е4 черные располагают контрударом Д5 по центру, что и последовало в партии. Теперь такое столкновение интересное происходит в центре. Взятие на Д5, КНД5, взятие на Е5. Конь бьет С3, сдвоили пешки и стопортили белым пешечную структуру БЦ. Ферзь H4, шаг и последовал ход КЕ2. Как раз в духе стенница. Несмотря на то, что стеннис играет все-таки черными, белые играют также. Видимо, очень было актуально для того времени. В королевском гамбите на шаг отвечали смело король Е2. И здесь, в принципе, на средней такой глубине компьютер показывает примерное равновесие. Слон же 4 шаг, но тем не менее, король все-таки гуляет впереди своей армии. Естественно, это для белых очень опасно. КНФ3, развиваем фигуру, последовал ход КНЦ6. Черные готовят длинную рокировку. Д4 закрепились в центре, длинная рокировка последовала. Слон Д2, размен на поле Е3, взятие пешкой. И последовал удар на поле Е5. Не скажу, что это, наверное, сильнейшее продолжение. Можно было, наверное, и другими мерами обойтись. Но, тем не менее, интересная жертва фигуры. Пытаются черные вскрыть линии и диагонали для своих фигур. Последовало взятие. Сразу же Слон Ц5. Угроза мата в один ход. Ферзь Е1. Мат не зевает. Шаг с поля Ц4. Теперь у белых нет выбора. Единственное поле это поле Д1. Ферзь С3. Напали на ладью. Где-то при случае угрожает ладья Д2. Угрожает ферзь Ф3. То есть, такой многофункциональный ход ферзь С3 показался. Белый играет ладья Б1. Ферзь Ф3. И теперь стоит отметить, что слон Е2 явно не помогал белым. На что последовал бы удар ладья Д2. Король Д2. Ферзь Е3, шаг. Король отступает на поле, допустим, Д1. Другого отступления просто нет. Шаг ладья Д8. Подводим последние ресурсы. Ладья Д3 жертвуем. Черные очень много жертвуют. Но в итоге остаются с лишним материалом. Король Ц1. Далее шаг. Ладья Б2. Единственный ход. Ферзь Б5. Хотим забрать шага. А в случае ферзь Д2. Ферзь С6. Атакуем ладью. Теперь, если сыграть ферзь С2, заберем шагом. Потом заберем на поле Б2 ладью. И остаемся с кучей лишних пешек. Три пешки вполне достаточно. Ферзь Омакончание. Поэтому вариант явно бракованный. Слон Е2. В партии последовал ход ферзь Е2. Белый готов вернуть материал. Но на самом деле черные даже не думают останавливаться. Зачем, правда, ладья, если можно пожертвовать ладью. Ладья Д2. Король Д2. Ладья идет на поле Д8. Король идет на С1. Шаг. Ладья Б2. Ферзь С3. Создана угроза. Мата в один ход. Нужно с этим явно считаться. Слон Х3. Пытается белый ввести свои фигуры в бой. Ну, конечно, они согласны на ферзь Х3. Но последовал ход король Б8. Ферзь Б5. Защищая ладью Б2. И впервые создавая серьезную угрозу черным. Мата в один ход. Ферзь Б7. Но выясняется, что черные жертвуют еще и ферзя. И ставят мат, пользуясь тем, что у белых слабая первая линия. Ферзь Д2 шаг. Король Б1. И жертвуем, конечно, ферзя. Ладья Аш1. И ладья бьет Д1. Шаг и мат. Таким образом, черные пожертвовали в итоге целого ферзя. Но упаковали белого монарха и поставили мат. Вот такая вот сегодня партия от первого чемпиона мира. Если друзья нравятся, поделитесь этим видео со своими друзьями. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем добра и хорошего настроения.